Георгий Степанович, может быть немного странным покажется этот вопрос. Я хочу вот что спросить у вас. Первый раз вас арестовали в 38-м. Если бы в 37-м, за год, до этого события, вы знали, обладали всей той информацией, которую сегодня обладаете, что бы вы делали, как поступали? Да, наверное, так же, как поступал. Я когда-то написал рассказ как раз об аресте. Опубликовал его сейчас в ленинградской газете еженедельной, там, ленинградские рабочие. Вот в библиотеке «Огонек», наверное, этот рассказ тоже будет напечатан. Я там говорю о том, что умозрительно мы, ленинградцы, наблюдали и обсуждали вот эти вот массовые аресты. Конечно, это мимо глаз наших пройти не могло. И все это было странно, это было, ну, подобно шоку, что ли. Но обсуждать это мы обсуждали в своем, так сказать, близком таком дружеском кругу. И то далеко не совсем, потому что это опасно было на эту тему разговаривать. А вел себя-то, наверное, так же, как и тогда. Да, кстати говоря, я там пишу, что представить себе по-человечески, чтобы меня в моей квартире вообще ждали люди на предмет ареста, конечно, я не мог. А как? Ну, даже если бы я, вот вы говорите, был настолько просвещенным, как сейчас. Но все равно ведь у человека психологически не готов к несчастью. Никогда в жизни. Он думает, что это вот коснется, я не знаю, голубя, вас там. Кого-либо другого. А его нет. За что же менять? Георгий Семенович, а понимали вы тогда, и вы, и ваши товарищи, и те, с кем пришлось потом эту лагерную жизнь сносить, вот всю бездну, всю трагедию, которая сегодня открылась? Ну, не в той степени, в какой я сейчас понимаю, но надо сказать, что тюрьма, особенно тюрьма, общение с кругом. Я сидел в Ленинграде, сидел около двух лет. Сидел, можно сказать, со сливками интеллигенции, то есть с мозгом государства, не его руками, а мозгом государства. И, конечно, эти люди всячески меня просвещали относительно того, что происходит. Но это все было весьма и весьма полюсно, весьма по-разному. Кто-то, так сказать, не удивляясь, говорил об этом, а кто-то и, наоборот, для кого-то это было таким же шоком, как для меня, скажем. И это чудовищные штуки происходили. Мы, скажем, ехали мимо, уже в этапе, мимо Новосибирска, кое-как утряслись в этом вагоне, в который нас где-то в Вологде погрузили, и в такую грозовую ночь, а там глина, глина хрустела на зубах, на всем, потому что грузили без последнего, как говорят, с собаками, и так далее, и так далее. Ну и все равно потом на ходу-то растряслись люди, уже как-то жизнь начинает жить, всегда продолжается. И вот я вспоминаю, когда проезжали где-то в районе Новосибирска, так люди в эту щелочку, значит, вагона смотрят там и говорят, боже, велика же ты советская власть. Ну смотри, ну всего несколько лет тут ничего не было, а сейчас, вы взгляните, заводы вообще, черт знает какие. На него тут же огрызаются, молчи, там, сволочь и так далее, и так далее. То есть жизнь есть жизнь, разные люди, люди... Люди считали многие это недоразумением каким-то, что правительство не знает, Сталин не знает, жаловаться Сталину, вот не допускают, не доходят до него жалобы, и все. А многие, а многие знали. У меня был такой случай, скажу, город Грязевец. Я шел в этапе, где 170 человек высшего среднего командного состава было. Я один такой, так сказать, штафирка был, штатский. Вот. И в этом Грязевце на прогулке мне удалось достать газету. В газете Молотов жал руку Риббентропа. Ну помните это, наш союз с Германией, который все перевернул, так сказать. А в тюрьмах абсолютно, потому что если до этого тюрьмы еще как-то разгружались на волю, то тут все пошли по особому совещанию, по тройкам, пошли в лагеря, в лагеря, в лагеря загремели. Подчищали как-то все это время. Ну вот. И я, значит, с этим известием пришел в Хамеру. И там, дай бог памяти, по-моему, его фамилия была Анохин, этот человек, главный редактор «Красной звезды». Уже пожилой человек, особенно мне, мальчишке тогда казался. Вот. Он стирал какой-то носовой платочек. И когда я это сказал, он не отхлестал по морде. Не физически, а что «как тебе несовестно, мальчишка, имей мужество, терпи, а не клевещи, зачем ты клевещешь на советскую власть? Это невозможно, чтобы вообще такое было. Ты мне байки рассказываешь про какие-то вообще газеты, это в страшном сне. Нельзя было видеть. Обидел он меня страшно, страшно. На следующий день мне удалось достать эту газету, и не только достать, я ее в камеру взял. Взял в камеру, кинул ее, еще так отхлеста в этой газете, по-мальчишески. И потом стыдно стало очень. Человек взглянул в газету и заплакал. Главный редактор «Красные звезды», журналист, уж казалось бы, просвещенный человек и все прочее, он заплакал. Тогда скажите, что помогало выжить? Ведь Норильск был вторым вашим лагерем. Сначала был Дальний Восток. Нет, Норильск не лагерь, Норильск ссылка. То есть ссылка, да. Ссылка была. Ну что ж, я жил как при коммунизме. Норильске. То есть денег я зарабатывал столько, сколько хотел. Правда, другое дело, что я не хотел уже ничего. Все было безразлично. И жил сегодняшним днем, как говорят, на подножном корму. Сегодня сыт, там на спирт есть деньги-то. Семья у меня была. Жена, вольный, так сказать, человек налетал. Зарабатывал ей деньги, она улетала на материк. А мне подножный корм и все прочее. Вот. Поэтому чего говорить об этом, как жил. Жили там в этом смысле нормально, хорошо. Только, так сказать, не было, ну, такой личной свободы перед передвижением, что ли. И то там, я не знаю, некоторые из нас вдруг под Красноярском, как они... Был такой дом отдыха Норильский, куда, на вот, все-таки ссылка как-то... Наверное, Тесили Атаманова или что-то в этом... Нет, другое название какое-то, около Столбов где-то. А мы, Лама, у нас было такое место Лама. Мы на Ламе появлялись. Я занимался там рыбалкой, кроме театра, конечно, служил в театре. Ну, вот. А занимался рыбалкой, мотоцикл приобрел. В общем, так, жил-то нормально. А там круг общения, опять-таки, интересный был. В интервью Ленинградскому рабочему вы сказали, что когда узнали о Норильской ссылке, надежда вас оставила. Чем это было вызвано? Перебором. Сколько же можно вообще на одну человеческую судьбу, так сказать, этих испытаний? Ведь это вот я вам говорю, что, ну, там, в смысле, в бытовом жил прекрасно, как при коммунизме и все прочее. Но это не значит, что я по-граждански, так сказать, как гражданин я жил полноценно. Наоборот, все время таким вообще политически неблагонадежным. Нас могли в один час выгнать из театра, что и, кстати говоря, было. Как раз, когда мы только-только готовили к премьере какую-то пьесу, где, скажем, Костя Никаноров играл Владимира Красного Солнышка, Красное Солнышко там, Илья Мурович, Добрын Никитич, я, Алеша Попович. Это вся ссылка была, царевна Ирина, ссылка была. Все ссыльные. И вдруг кто-то этим воспользовался демагогически. Демагогически, как это так, былинных героев вообще играют политически неблагонадежные люди. И нас погнали, тут же погнали, понимаете. И я уже, ну что, молодой, терять мне нечего. Последний раз я испугался в 38-м году. Поэтому я пошел к куму своему, полковнику МГБ, который нами заведовал все, ударил по столу кулаком, говорю, что это делается, почему? Нам даже вообще обещали работу по специальности, там и так далее. А тут за что? Гонят все. Он, кстати говоря, вот, надо честь ему отдать в этом смысле. Он принял нашу сторону, говорит, безобразие, все. А в Норильске тогда советской власти не было. Тогда же был Норилькомбинат. Это, так сказать, политуправление и все. Но позвонил начальнику политотдела. И через сутки нас снова в театре восстановили. Я снова стал Алешей Поповичем. Чуть отклонившись от Норильска, вы сказали, что первый раз испугался в 38-м. Как долго жил страх в душе? И живет ли еще сейчас? Вы говорите, страх. Ведь у... Главное, страх-то у нас не за себя, не за свою судьбу, естественно. Нам уж чего бояться. Страх, как обычно, за близких тебе людей. Вот что. Что какие-то твои, так сказать, действия повлияют на их судьбу. Ну, это очень часто людей запирало на все замки в то прошлое время. Ну, а сейчас, естественно, все эти шлюзы открыты. Все выливается. А остался ли? Да, у кого-то остался, конечно. Ведь всегда есть верующие и есть неверующие. И у меня, может быть, он где-то живет, поскольку вокруг меня близкие люди есть. А действительность еще не настолько, так сказать, подтверждает необратимость процесса. Не случайно разговор идет о гарантиях демократии, о гарантиях гласности и так далее, и так далее. Все это не пустые, основательные. Не случайно вот те же известенцы на встрече с ленинградцами сказали, что перестройка только началась, и мы живем еще в эпоху полу и, может быть, даже четверть в гласности. Ну, наверное, это какие-то естественные процессы. Я не думаю, что тут какие-то мерки. Полу, четверть, там, дозы какие-то были. Ну, естественный процесс. Что это получает, в общем, развитие сейчас. И как снежный ком. И это естественно. И, естественно, борьба мнений, столкновение позиций. И не всегда, может быть, это мирно будет. Не всегда. И, наверное, может быть, не мирно. А какой революционный процесс может происходить так, с поцелуями в одно место? Георгий Степанович, давайте вернемся на нашу северную землю. Скажите, пожалуйста, Норильск вспоминается вам и каким? Норильск вспоминается и Балками, Шанхаем своим. Который на актера, на, так сказать, такую артистическую натуру, конечно, он производил впечатление. Такое романтическое впечатление. Вот все эти Шанхай-городки, которые и в Красноярск был обстроен. Там фанер над дощатами. И Комсомольск на Амуре, скажем, в котором я был до войны в 1937 году. И тот же Норильск. И горстроем Непокочицкого. Архитектуры, которые, в общем, тогда, так сказать, ну, я не знаю как, но она, в общем, где-то в первых рядах. Советская архитектура может. То есть первые дома вот эти на Ленинском проспекте вы застали? Ну, а как же, а как же, да. Горстроем, все район горстроем. Мы-то были еще на Аварийной горке, театр был там, рядом с клубом профсоюзов. Вот. Норильск, я помню, по Вальку прекрасно. По Тундре. Вот. Да по всему. И потом, это же 49-54 год. Ну, что ж, почти 40 лет назад. Я был, в общем, в силе, здраве и, так сказать, в полноте желаний всяких своих. А я человек, все-таки, такого, видимо, оптимистического склада. И я находил радость в своей. Театр. Разный театр был. Иногда лучше, иногда хуже. Но, в общем, польза от него была мне, актеру, безусловно. Потому что там я работал так активно, как, конечно, здесь, вот, в этом нашем с вами академическом театре, где играешь, дай бог, вообще в год или в два года одну роль. А там я играл 12 за сезон ролей. Я одну учу, а вторую игра, вернее, только что начал играть какую-нибудь роль. И тут же, еще не начав играть, я уже репетирую следующую роль. И, конечно, все это приучило к активности, к такому быстрому способу работы. В кинематографе это мне сослужило добрую службу. Ну и потом интересные люди, товарищи были. И Никоноров, кстати, и Александр. Ведь я же не один там был из таких-то. Это Юрий Наурусов, кстати говоря, тоже сделал. Мне, кстати, хотелось вас попросить, чтобы вы несколько рассказали об окружении, о тех, с кем приходилось играть и просто общаться там на Норильской земле. Она не просто мое окружение была, она моя соседка была. А мы с ней в соседних комнатах жили. Так что я эту, в течение всех этих пяти лет, хорошо знаю. Кеша Смоктуновский, я же с ним там тоже столкнулся. Еще молодой артист с прекрасным комедийным талантом. В нем расцветал тогда комедийный дар, незаурядный. И первые его очаровательные работы как раз были в Норильске. Но тогда он тоже молодой, мальчишка, было не очень весело. Он уходил из театра, приходил в него и так далее. Потом уже вырвался в большую жизнь на материк. Так что люди интересные были и в самом театре, и вокруг театра. Интересно, интеллигенции-то много было. Николай Николаевич Урванцев такой. Меня судьба свела с ним после реабилитации, так сказать, в одном доме в Ленинграде. У нас соседние гаражи были. Я поражался этому бесконечности, здоровье этого человека, человека, царство ему небесное, кажется. Он недавно совсем... Его прах и прах его жены, а он у нас похоронен в Норильске, да чуть позже. В этом первом домике Норильска на нулевом пикете. Я знаю, я знаю, я знаю все. И путь весь от Дудинки до Норильска знаю. Ну, какие-то... Спортзал, вот помню, кстати говоря. Спортзал, где мы ночами играли в теннис, скажем. Тоже не шутка. И потом шли по этим мертвым улицам со штативом, железный штатив у меня от фотоаппарата был. Почему я говорю, я бы того-то жил, как при коммунизме. Я занимался фотографией. А фотография делал доходное было. У меня большие деньги были по тем временам. И вот я ходил с этим железным штативом, предупредив милицию, что если кого-нибудь найдете с проломленной головой, так это от меня. Потому что обороняться приходилось. Обороняться. Неспокойный город был. Это тот клондайк был в Норильске. Я даже вот был юбилей тут на рильскомбинате. Справляли в Доме литераторов. И я был, меня пригласили на этот юбилей, я был и по микрофону, так сказать, во всеуслышание обещал в Норильск приехать. И вот все никак не удается. Но обязательно все-таки в Норильск и на Колыму мне хочется пывать. Как Раскольнику, у которого старушку тюкнул топориком, захотелось снова посмотреть. Так и мне. Я знаю, что, ну, теперь из публикации из последних известно, что очень много ленинградцев пострадало в сталинское время. Ну, за что хоть вас арестовали, Георгий Александрович? Так не говорят. Как? Так не говорят. Кто там такой был? Этот Лин, вы знаете, если мне удастся написать об этом, я напишу. Вот. А за что сидело там, я не знаю, 20 миллионов людей? Да, конечно, ни за что. За что сидело? То есть даже мотивы какого-то аргументированного нет. Просите и Сталина. Сталина спросите. И же с ним. Георгий Александрович, я думаю, что многие из наших зрителей прочли в журнале Огонек ваш рассказ «Саночки». Да. Страшный, в общем, рассказ. И скажите, литературная работа, это потребность вот это снять с души какой-то груз памяти, если его вообще можно снять? Или это просто, не знаю, не знаю. «Саночки» я писал для себя. Без всякой надежды, что это когда-то может быть опубликовано. Потому что писал я его. Дописывал я вот сейчас уже, когда появились деловые взаимоотношения в связи с этим рассказом. А так, в общем, он был у меня в голове, в задумке, частью записан был и так далее. А что это? Потребность ли? Что другое? Не могу вам сказать. Не могу сказать. Георгий Александрович, я по-другому сформулирую вопрос. А есть ли желание написать какой-то цикл рассказов о пережитом? Есть, но это очень трудно. Это трудно. Во-первых, я должен сказать, что я никогда не думал, что литература – это такое, так сказать, трудное занятие. Раз. Во-вторых, человек должен всецело быть поглощен этим. А я еще действующий актер, я еще не пенсионер, понимаете. И похоже на то, что я им никогда и не встану. А у актеров, в этом смысле, судьба складывается иначе. Вот, всегда говорят, вот выйду на пенсию, начну писать мемуары. А если я не выйду на пенсию, когда же мне надо писать во время того, пока я еще, так сказать, активный актер? А трудно. В этом спектакле по пьесе Романа Солнцева вы играете не очень положительную роль. Да? Как вы, как Женов гражданин относится вот к этому образу Женова актера? Я, во-первых, так не расцениваю, очень положительный и не очень положительный. Я стараюсь играть живого человека. Отнюдь не будучи его прокурором. Как и вообще всегда, я никогда не являюсь прокурором тех образов, которые я с экрана ли, со сцены ли доношу до зрителя. Нет. Ни один человек про себя не думает, что он подлец. Уверяю вас. И подонок. А всегда он находит этому какие-то объективные, так сказать, причины. Вот. Поэтому первая моя забота, что это живой человек. Ну, что по этому поводу, вот по поводу Махонина сказать, что да, это скорее гражданский акт, нежели какой-то профессиональный актерский. Это гражданский. Это вот заявить о том, что вот такая мафия у нас есть, она существует. И, так сказать, во главе мафии может стоять вот такой человек, как... И партийный... Махоемся. И партийный босс, да. И партийный босс. Так что это скорее относится, ну, люди будьте бдительны. Продолженность. Продолженность. Продолжение следует. Продолжение следует...